Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня с вами хочу поговорить об очень интересном случае, который с вами произошёл. Он будет поучительным для всех нас. Этот случай касается очень многих людей. Случай разговора с мошенниками. Представляете? Часто мне, конечно, звонят, что-то предлагают, косметику, кредиты разные. Это я понимаю. Ладно, поговорили, сказали, что не нужно и всё. А этот случай особенный. Мошенники совсем распоясались. Звонит телефон. Ну, посмотрела, номер незнакомый. Я думаю, ладно, вдруг кто-то из моих там клиентов. Я продаю смородину сейчас. Часто мне звонят люди по поводу клубники. Тут мужчина говорит. Здравствуйте, Галина Валентиновна. Конечно, сразу я определила, что это не менеджер. По голосу. Я говорю, ну и что, что, Валентиновна, что вам нужно? Так, напористо. А вы заказывали кредит в банке, Сбербанке? У меня для вас интересная информация. Я говорю, всё, что связано с Сбербанком, я или в офис схожу, или на сайте посмотрю. И трубку положила. Звонит снова навязчиво. Почему не хотите выслушать информацию? Эта информация касается вас. На вас хотят кредит оформить. Я, конечно, в ответ говорю. Может, и оформите. Кто вас знает, чем вы занимаетесь. И не звоните сюда больше. Опять трубку положила. Ещё раз звонит. И уже с другого номера. Я, конечно же, определила, кто звонит. Он встал снова про свою информацию. Что на меня повесит кредит. Что я непослушная. Ну, я в ответ ему и говорю. Ещё раз позвоните. Ваш номер передам в полицию. На что он мне отвечает. Да пошла ты и полиция на Х и ещё две буквы. Представляете? Мошенники совсем распоясались. Просто хочу сказать, что нужно быть очень осторожным. Никакой информации, никаких данных нельзя никому передавать. Наши данные и так уже переданы. Моя фамилия, имя, отчество. Было названо правильно. Ещё нужен был мой паспорт. Может быть, он уже есть. Может быть, и данные карточки. Я не знаю, что нужно было им. Так я и не узнала. Так что нужно быть очень внимательными. Мошенники обнаглели. Всем спасибо за то, что меня послушали. И пусть нам всем это будет хорошим уроком. Всем пока!